Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вокруг финансов, или добрый день, вот вокруг финансов наша передача очередная выходит в эфир Сергеем Маликовым, финансовым экспертом. И интересно, что как раз мы сегодня поговорим о такой теме, которая касается всех. Если раньше мы говорили, тоже, в принципе, очень важная тема про Илона Маска, который повлиял на судьбу человечества, так, может быть, преувеличение сказать. Говорили, конечно, о криптовалюте, которая затронула тоже миллионы людей. Но вот что касается банков, ну нет такого, наверное, человека в нашей стране, который может обойтись без услуг банка даже самых простейших, если он не берет кредиты и не занимается каким-то бизнесом, но все равно даже пособия, все через банки. Буквально на прошлой неделе на заседании ПАИСТа было такое информационное сообщение о развитии финансового сектора, так это называлось, и премьер сказал, ну мы уже фактически все мероприятия по ужесточению контроля, как он сказал, по упорядочной деятельности банков завершили, и теперь уже можно подумать об их развитии. Вот, может быть, Сергей, с этой отправной точки мы и начнем. Тем более недавно были опубликованы отчеты деятельности латвийских банков, я подчеркиваю, латвийских банков за прошлый год. Я знаю, что вы очень подробно анализировали, мы не будем сейчас называть банки рекламировать, а тенденциях. Давайте, может быть, Сергей, с этого и начнем. Здравствуйте. Ну, если коротко, то средняя температура по больнице 36,6, да, как это обычно. То есть, если есть немножко перегретые пациенты, есть уже остывающие, но в среднем температура по больнице нормальная. То есть, есть банки, которые вызывают тревогу, если так мы будем говорить, да, в какой-то степени. Ну, да, конечно, бизнес-модель, которая приносит доход, она меняется, и банки ищут свои ниши, да. Ну, давайте начнем как бы с маленькой, как всегда, с историей, да, чем занимаются банки, какие основные у них услуги. Банк вообще, это от слова банку, да, то есть, скамья, где сидели менялы, в Италии меняли деньги, да. Кстати, вот первый банк назывался банка Делапьяца Дериалта, в 16 веке еще был создан, и то есть, на основе того, что банк менял дукаты на флорины и занимался просто обменом. То есть, основной, даже, кстати, опять же, в историю входя, первый банк, который был какой у нас в Латвии, они занимались валютой, обменом валюты занимались на вокзале, да, то есть, раньше банки зарабатывали большие деньги, конвертируя рубли, украинскую гривну, белорусский рубль, доллары, было много операций с долларами, сейчас практически с долларами никто не работает. Латы, конечно, от нас тоже ушли, латы, доллары были, да, то есть, фактически остался евро, а конвертировать его, ну, некому, поэтому очень большая часть доходов у банка упала за счет обмена. Вторая составляющая, где раньше тоже банки зарабатывали, это переводы денег. Опять же, вот знаете ли вы, что еще лет за сто до того, как образовался банк первый в Италии, орден тамплиеров использовал переводы и придумал банковские чеки, то есть, они не возили деньги большими суммами, а осуществляли просто передачу банковских чеков, то есть, опять же, вот эта существующая банковская часть, где банки зарабатывали, переводы, она существенно снизилась за счет таких новых компаний, как Револют, вы знаете, да, есть, потом Трансакт, Вайс, это выходцы с Эстонии сделали компанию по переводам. Опять же, опять же, Пайсера, да, то есть, я сейчас, мы видим, что наши клиенты, наши клиенты, даже многие латвийские предприятия сейчас открывают счета именно в Пайсере. Но это ведь, в принципе, потери для Латвии, да? Конечно, конечно, я разговаривал с руководительницей ассоциации банков, говорю, вы понимаете, что часть клиентов сейчас очень мигрирует в платежные системы, да, литовские, да, конкретно, они говорят, да, конечно, мы понимаем, но вот такие требования, сделать ничего не можем, да, конечно, это все известно. То есть, опять же, часть больших ресурсов банки теряют, не зарабатывая на переводах трансграничных, международных, которые взяли на себя новые, как бы, компании технологичные. И нет ни резидентского бизнеса всего этого сектора. Да, к этому мы еще вернемся, это отдельная тема. Хорошо, как же сейчас живут банки, на чем они вообще зарабатывают? Так, чуть-чуть посвятите. Еще два слова. Еще важные моменты у банков были, конечно, были кредиты, да, на которых тоже банки всегда выдавали кредиты. Значит, опять же, здесь есть, как вы знаете, компании, которые смс-кредиты выдают, тоже быстро этот рынок перехватили. Ипотеку выдают не банковский сегмент очень активно, то есть, они более лояльны и более толерантны клиентам, то есть, легко обформить эту ипотеку. Банкам остались только сложные какие-то большие кредиты, и, соответственно, тоже они меньше зарабатывают. Депозиты опять снизили, это не сильно так идут в банки, потому что вот, я, кстати, рассказывал про финансовые пирамиды, которые предлагают 12, 14, даже 16 годовых предлагают во вложение якобы в недвижимость, там, в Румынии. Я вообще поражаюсь, когда это были в 90-е годы, люди верили, казалось бы, ну, понятно, все грамотность финансовая в 90-е годы была после советского времени очень низкая, но сейчас, 2021 год. Ну, если красивая картинка, это оформляется соответствующе в 2021 году, красивая картина. Да, понятно, что там пиарщики поработали, да. Это вот так, то есть, это депозит тоже, рост есть, но не такой большой. Опять же, ушла из банка важный момент, тоже ушла важная вещь такая, как банковская тайна, да. Это наиважнейшая, я бы сказал. То есть, фактически, можно сказать, что банковской тайны нет. Ну, не для соседа ее нет, я имею в виду для всех проверяющих институций. Скажем так, это пошло уже достаточно давно. Еще в 2007 году американское правительство подало иски крупнейшим швейцарским банкам, да. И десятилетиями с ними судилось, по 5-10 лет. По итогам банки швейцарские заплатили огромные деньги, да, за то, что они не предоставляли информацию, и в ходе этого конечного урегулирования спора, они выплатили большие штрафы и договорились предоставлять всю информацию американскому правительству, налоговым органам. Вот, между прочим, Кредит Суис, один из крупнейших банков в Швейцарии, заплатил 2,5 миллиарда штраф. УБС заплатил 780 миллионов. Потом... Фактически всю прибыль заплатили, видимо. Ну, годовую, да. Юлия Сбар 500 миллионов заплатил. Маленький, какой-то маленький кантональный банк Цуриха 100 миллионов долларов заплатил штрафы, самый малюсенький, да. То есть, поэтому штрафы гигантские, и банки, естественно, очень заинтересованы работать с налоговыми органами, да. Поэтому это как бы шло постепенно, да. Вот все это потеряно. Да, вот что касается все-таки депозитов, да, может быть, мы потом еще вернемся, но это очень важный момент, поскольку, вот, кроме, как мы сказали в самом начале, говорите о большинстве жителей Латвии, что, вот, ну, кроме, там, зарплат получают, там, пенсии, пособия, понятно, есть какие-то накопления, депозиты. Мы еще помним те времена, когда были, ну, относительно неплохие проценты в банках. Конечно, может быть, не такие, вот, как во всяких этих пирамидальных устройствах, как мы видим, да, но при этом были... Совместного вложения, да. Да, но, тем не менее, банки были довольно неплохие проценты, зависело от суммы, разные другие бонусы. Я помню, что были варианты депозитов тоже разные, когда ты их мог забрать в любой момент, у тебя был меньший процент, когда ты заключал договор на год, на два, длительный. Хороший вопрос, Абик. Сейчас объясню очень простым языком, и так, как надо объяснить. Значит, есть политика Центрального банка, которая стимулирует банки инвестировать и кредитовать население. И поэтому Центральный банк принял решение о негативной базовой ставке. То есть все банки, которые держат деньги в Центральном банке, они доплачивают Центральному банку за хранение денег. Поэтому, соответственно, банки не могут сильно много платить клиентам за счет того, что эти деньги лежат, и за них надо доплачивать. Наоборот, уже принято в Европе, что крупные клиенты, которые имеют большие остатки, уже потихонечку подготавливаются к тому, что надо за эти остатки платить. То есть и мы, видимо, тоже идем в этом направлении. Мы идем в это направлении. Конечно, физических лиц, пенсионеров и людей, которые получают зарплату, это не коснется. Но крупные капиталы, которые просто лежат, уже есть такие тенденции, и с этим надо смириться, к этому надо идти, что банк будет брать, так сказать, плату за то, что как бы занимается вашими деньгами. Учитывая их, их контролируют. То есть это вот такой тренд. Я, может быть, задам такой наивный вопрос, но вот для людей, которые, может быть, не в бизнесе, если так можно сказать, вот вы сказали, что крупные остатки у корпораций, они лежат. Ну, это не только к Латвии, наверное, относится. А почему? Нет, они пока не находят, куда их инвестировать, потому что мы понимаем, если вот взять научные книги такие умные, что, естественно, деньги должны делать деньги. От того, что они лежат, никакого прироста капитала не создается. Ну, остатки, они есть всегда. Остатки есть всегда на счетах, они всегда имеются. То есть нельзя все деньги вложить в акции или в облигации. Всегда есть какие-то остатки по счетам, и банк обычно всегда на них зарабатывал. Но сейчас зарабатывать на этих инструментах тяжело, потому что акции очень сильно скачут, а по государственным долговым обязательствам дохода практически нет. Раньше вкладывалось просто в государственные долговые обязательства, там, европейские, американские, ну, каких-то правительств. По ним сейчас минимальный какой-то доход. То есть это не очень выгодно. Это да, это минимальный доход и не очень, как бы, приносит большой доход. То есть, сделая вывод, мы можем сказать, что если мы говорим о депозитах, то надо быть готовым к тому, что это, что уже банки будут брать нас деньги за хранение, а не мы получать процент за то, что они используют наши деньги. Это новый европейский тренд. Да? Именно к этому надо, к этому, к этому. Надо быть готовым. Потому что нагрузка на банк возрастает, доходы, как я вам сказал, вот обмен валют, переводы, кредиты, это все с банков уходит, а что остается? А что остается, да? Хороший вопрос, что остается? Остается АМЛ, это закон о легализации предотвращения терроризма и автоматизированный обмен данными. А что это значит? Чуть-чуть поясните. Ну, значит, опять немножко, немножко вход в историю, да. Значит, на самом деле этот АМЛ появился не вчера, да. Еще в 90-м году, в 90-м году была создана организация ФАТФ, группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег, да. И она разработала меры о том, чтобы бороться с офшорами и с неуплатой налогов, и потихонечку были, постоянно принимались директивы. Кстати, Россия тоже входит в ФАТФ с какого-то там 2002 или 2003 года, да. Ключевым поворотным днем, конечно, было 11 сентября 2001 года, да, когда американское правительство приняло ряд законов, и в том числе ФАТФ тоже приняло ряд целых директив, 9 или сколько-то там, да, о том, как надо бороться с легализацией доходов и, в частности, и уже финансированный терроризм, да. И дальше каждый год все только ужесточалось, я так понимаю, да. И дальше каждый год вносились новые рекомендации, рекомендации, рекомендации и ужесточение по проверке клиентов, по их доходу, и вот это шло постепенно, это не за один день, да. И, конечно, вот последнее новшество – это вот эта автоматизированная система обмена данных, которая активно начала работать с 2019 года, где налоговые органы 75 стран могут получать информацию по банку, по счетам клиентов. И получают. И получают. Конечно, Латвия вступила тоже, конечно, по-моему, в 2015 году. То есть, фактически, Латвия может получить информацию о обороте средств, не знаю, резидента Латвии в Болгарии. Да, конечно, конечно, конечно. То есть, если кто-то думает, что он открыл счет Болгарии и никто ничего не узнает, то он, возможно, ошибается. Ошибается. Я скажу, что такие же тренды, то, что была миграция клиентов из Латвии в Болгарию, в Кипр, в Мальту. Там после того, как туда эмиссары американские приехали в виде заместителей Министерства финансов и провели соответствующие беседы, там, естественно, тоже. То есть, там тоже активизировались, как у нас, пошли по такому же пути, да? По моим данным, и Мальта, и Кипр также закрывают счета нерезидентам, также ужесточили отчеты. И так же самое и в Болгарии. Нерезидент с улицы вот так не может прийти и открыть счет. Да. Значит, интересно здесь наши радиослушатели по системе WhatsApp очень активно тоже участвуют, за что им спасибо в нашем диалоге таком вот, заочном, правда. Но вот они предлагают, если можно коротко прокомментировать, что, кстати, про депозиты пишут наши радиослушатели. Сейчас хороший вариант – это депозиты на криптобирже. Даже для самых консервативных инвесторов есть возможность использовать депозит в валюте. У SDT – виртуальный доллар. Вот смотрите, опять же, это все сразу связано с огромными рисками. Здесь только есть гарантия того, что вы купите биткоин, купите какой-то виртуальный доллар, и вам покажут, что он есть. Как только возникнет вопрос о том, что я хочу получить свои деньги обратно, это или будет ответ такой, что ваши деньги опять реинвестированы куда-то дальше автоматически переножены в какой-то другой инструмент, или это будет большая комиссия за выход. То есть вы вошли, заплатили 100 евро, получили 10% дохода, а так как вы выходите в этом году, а не через 5 лет, вы еще 20% заплатите за выход. То есть я категорически бы не рекомендовал бы вкладывать такие вещи, тем более, что это, скорее всего, не лицензированные какие-то предприятия, какие-то сайты или какие-то платформы. Всегда надо спрашивать лицензию. Если деньги держишь в банке, значит, лицензия. Если берешь кредит, опять же, проси, чтобы была компания эта лицензированная. Это интересно, потому что как раз следующий наш радиослушный как раз пишет, буквально, предваряя ваш ответ, я более трех лет участвую на одной краудфаундинговой платформе или инвестировая вклады. Пока нет претензий, но вы рекомендуете не ждать ее закрыть и выходить из нее. Вот такой вопрос. Но это, конечно, каждый решает сам. Да, каждый решает сам, потому что платформа только отвечает за инвестирование денег, а риск клиент берет на себя. Обанкротится там или не обанкротится, и как потом получить эти обратно деньги, они нигде не прописаны, понимаете? Особенно опасно, когда… То есть здесь никаких гарантий нет, как вот в отношении банков, которые приказали у нас долго жить, до 100 тысяч можно вернуть. Да. Во-первых, в банке всегда есть система противовесов, то есть менеджеры одни хотят выдавать, а риск-менеджмент всегда смотрит, кому они выдают, как этот клиент будет от этого кредита выходить. Понимаете? Вот простым языком. Если финансовая платформа финансирует строительный проект на 2 года со ставкой 14 годовых, за 2 года заработать 30 годовых, чтобы отдать инвесторам, это физически просто невозможно. Строительные проекты занимают больше, чем 2 года. То есть это уже сразу видно, что это… Конечно. И плюс там всегда сделано таким образом, что как только, если есть какой-то выход денег с какого-то объекта, они сразу автоматически ревестируются уже в другой объект. Система предлагает деньги не держать, а сразу вложиться опять куда-то, да. То есть вы их не увидите, в результате они будут пущены в оборот, да, и вернутся ли они этого просто. Да, а это уже бизнес-риск. Там уже мелким шрифтом на 15-й странице написано, что каждый тот, кто вкладывает, отвечает за эти деньги сам, и платформа только посредник. Она только гарантирует, что она принимает комиссию за размещение этих денег. И все. То есть на этом их участие заканчивается, да? Конечно, конечно, конечно. Это нужно, естественно, всем понимать. Возвращаясь все-таки вот к банкам, вот мы уже фактически говорили о работе с клиентами. Значит ли это, что на сегодняшний день клиенты банков имеют меньше прав? Я сейчас не говорю про гарантии вкладов. Если с банком что-то случается, у нас за последние годы много банков приказали долго жить, мы не будем даже к этому, может быть, возвращаться. Это отдельная тема. Те, у кого были вот эти депозиты до 100 тысяч в соответствии с законом и со стандартами Европейского Союза, получали эти деньги обратно. Но те, кто больше, становились в очередь. Предпринимательский риск. Да, это предпринимательский риск. Но вообще у клиентов стало меньше прав. Ведь нам как казалось, по крайней мере, до недавнего времени, что я клиент, это мои деньги, я их доверю банку, и банк должен, не знаю, за мной бегать, радоваться, что я ему вложил деньги. Сейчас такой радости я утрил, но мы не наблюдаем. Да, Абик, вы, как всегда, точны и всегда очень точно задаете вопрос. Значит, поменялся вообще подход, философия поменялась. То есть сейчас по основным правилам и законам АМЛ нет такой презумпции невиновности. Банк задает вопрос. Грубо говоря, мы прочитали в интернете, что у вас там какие-то проблемы с налогами, а вы должны доказать. Есть у вас проблемы или нет? Да. И, естественно, отсутствие коммуникации, я бы сказал, резкое агрессивное высказывание клиента о том, что какое вам дело, расценивается как отсутствие сотрудничества и может привести к закрытию счета. Даже так? Конечно. Потому что это расценивается как несотрудничество с организацией, нежелание делиться информацией. Соответственно, может быть принято решение о прекращении этого сотрудничества. Конечно. Поэтому говорить о так, что какое вам там дело, откуда у меня деньги, я бы категорически не рекомендовал бы. И это отдельная тема о коммуникации с кредитными организациями при открытии счета, при желании получить кредит о том, как надо коммуницировать, какую информацию надо представлять. И, естественно, надо свое мнение менять, что перед банком надо открываться полностью. Тогда возможно сотрудничество и при обслуживании счета, и при получении каких-то финансовых ресурсов. Вот такое мнение, какое вам дело, оно категорически не рекомендовано в коммуникации. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам? Особенно к юридическим. Особенно к юридическим. То есть, просто закроют счет и все, да? Да, банк может принять решение без объяснения по своим внутренним процедурам, что они видят определенные риски и нежелание коммуницировать с клиентом. Создается репорт, где два человека подписываются, и все. И две недели на перевод денег в другой банк. Это нормально. Хорошо. Вот можно ли сказать, что в этой ситуации клиенты фактически в правовом смысле не защищены? Куда жаловаться, как народ спрашивает? Потому что если мы говорим о некачественном товаре, обувь некачественном, мы знаем, там есть Центр защиты прав потребителей. Есть небанковский сектор, тоже защита прав потребителей. Что касается банков, можно куда-то в ФКТК, в комиссию по финансованию капитала? Ну, этот запрос будет рассмотрен формально. Обычно они не вмешиваются, да? Скорее всего, они будут вмешиваться, потому что это ФКТК, наоборот, требует с банков каждый год усилить меры по легализации, по прозрачности, по пониманию бизнеса клиента. Они, наоборот, требуют более четких процедур, как анализируется клиент, его транзакции, его бизнес. И поэтому это смысла никакого не имеет. Здесь более высокие цели. Более высокие цели по борьбе с отмыванием и легализацией средств и поддержке терроризма. Хорошо. Но не получается ли так, что под колпак, если так можно сказать, под этот жесткий прессинг попадают те, которые вообще не занимаются отмыванием средств, добытых преступным путем или тем более финансированием терроризма? Ну, не знаю. Вот Латвия же все-таки до недавнего времени, по крайней мере, была транзитной страной. Это значит, рынок маленький. И это понятно, что не все у нас занимаются... Ну, сейчас даже и кафе этим не... Ну, что вот пришел клиент, простой бизнес, если так можно сказать, относительно простой. Любой бизнес сложный, но простой. Вот кафе у тебя маленькое, семейное предприятие, у тебя все транзакции внутри страны, да? То есть я к чему веду? Что очень много у нас транзакций все-таки за рубежом, в том числе с третьими странами. Значит ли это, что сейчас становится сложно работать вот с латвийскими банками, клиентами? Конечно, конечно, конечно. Именно из-за того, что у них партнеры за границей, особенно вне Европейского Союза? С не Европейским Союзом, конечно, тяжело работать, да. Естественно, надо предоставлять документы, надо предоставлять обоснования. Каждый шаг, фактически, да? Конечно, конечно. Более того, есть целый список стран с черной зоной, да. Ну, это в первую очередь, конечно, Иран, Ирак, Северная Корея. Ну, то есть те, которые под санкцией Европейского Союза. Северная зона, там где-то тоже около 20 стран. Судан, Эритрия, там Сирия. Такие страны, с которыми тоже я бы не рекомендовал бы абсолютно работать, и банки будут отказываться проводить операции. А заодно и счет вам закроют, да? Могут. Да, это нормально сейчас, да. По транзитному бизнесу, бизнесу нерезидентов, тут отдельная тема, мы можем поговорить, может быть, во второй части передачи, потому что здесь требуют более серьезного разъяснения. Да, вот это был такой вопрос, который часто задавали людям, которые действительно хорошо разбираются в этой финансовой банковской системе, когда начался так называемый, говоря словами нашего премьер-министра Каринча, капитальный ремонт финансового сектора, то у многих возник такой вопрос, что немного ли в этой ситуации, когда рынок зажимается, вообще банков кредитных учреждений в нашей стране, одно время их было больше 20 банков, потом часть, как мы знаем, объединились, целый ряд зарубежных банков вообще прекратили, ушли из Латвии, да, вот там Данский банк, то, что у меня на слуху, я все не запомнил, да, так сказать, но Уникредит, по-моему, итальянский банк, многие ушли с рынка Латвии. Да, значит, вы правы, да, значит, естественно, и Данский банк, и Уникредит, и Свенская банка ушел с рынка, и ПНБ банка, бывший Норвег, да, ушли с рынка, здесь надо смотреть модели банка, то есть большие банки, они будут больше, маленькие банки будут объединяться или будут уходить с рынка, да? Мы сделаем небольшую паузу, так я понимаю сейчас, да? Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров, на эхе-новости главные темы этого выпуска. Адвокат Алексея Навального сегодня вновь попробует увидеться с ним в колонии. Роскомнадзор, по сведениям газеты Коммерсант, собирается собирать паспортные данные у новых пользователей соцсетей. Лидеры стран ЕС сегодня начнут виртуальный саммит. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Адвокат Алексея Навального этим утром будут вновь добиваться встречи с политиком в Покровской колонии. Как сообщил глава сети штабов Навального Леонид Волков, накануне их не пустили к подзащитному, между тем его состояние здоровья ухудшается. По словам Волкова, Алексей Навальный с конца прошлой недели испытывает сильные боли в спине и передавал, что у него отнимается нога, он не может на нее наступать. Волков подчеркнул, что за все это время политик, отбывающий срок по делу Ифраше, получил только две таблетки обезболивающего лекарства. Роскомнадзор, по данным газеты Коммерсант, планирует собирать паспортные данные у новых пользователей соцсетей. О готовящемся законопроекте Алена Здорожная. План документа уже размещен на сайте проектов нормативных правовых актов, пишет газета. Согласно ему, интернет-площадки будут обязаны получать дополнительные данные от пользователей. В частности, предполагается, что человек сможет выбрать регистрацию либо через паспортные данные, либо через собственную форму социальной сети. При этом не уточняется, какие данные придется предоставить в случае выбора второго варианта. Если же пользователь решит авторизоваться через единую информационную систему, ему потребуется ввести свою фамилию, имя отчества, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту. Эксперты опрошенной газеты «Коммерсант» уверены, что такой объем персональных данных социальным сетям не нужен, если только они не планируют передавать их силовикам. Регистрацию по паспорту на интернет-площадках предлагал еще в 2017 году депутат Виталий Милонов, но тогда в правительстве его инициативу не поддержали. Роспотребнадзор уверяет, что вакцина «Эпивак Корона» является безопасной. Как сообщили ведомства, это подтверждают результаты клинических исследований, которые публиковал Новосибирский центр «Вектор». Как передает Интерфакс, в первом этапе участвовали 14 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, во втором 86 человек в возрасте до 60. Ранние участники клинических испытаний этой вакцины обратились с открытым письмом в Минздрав, в котором усомнились в ее эффективности. В свою очередь разработчики вакцины, как пишет российская газета, настаивают, что антитела появились у всех участников испытаний. По их словам, вакцина стимулирует образование только необходимых антител. Лидеры стран ЕС проведут сегодня совместную видеоконференцию с президентом США Джо Байденом. Как ожидается, они обсудят отношения Евросоюза с Америкой, а также с Россией и Китаем, и борьбу с коронавирусом. О виртуальной встрече расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова. Северный поток-2 и санкции по нему станут одной из главных тем сегодняшнего саммита Джо Байдена с лидерами стран Европы. Два дня назад министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров Иван И провели двухстороннюю встречу, на которой раскритиковали страны Запада за санкции. На саммите Совета Европы с Джо Байденом лидеры европейских стран и президент США обсудят также совместные усилия по борьбе с коронавирусом, что тоже вызывает разногласия между сторонами. В среду ЕС объявил о намерении ввести запрет на экспорт своих вакцин на шесть недель в такие страны, как Великобритания и США, которые либо вакцинировали больше людей, чем страны ЕС, либо, как США, не экспортируют в Европу свои собственные вакцины. Саммит ЕС в режиме видеоконференции продлится и завтра. В Японии стартовала эстафета Олимпийского огня. Организаторы подчеркнули важность этого мероприятия. Олимпийский огонь был передан Японии после зажжения в Греции около года назад. Это маленькое пламя никогда не теряло надежды и ждало этого дня, как бутон, который вот-вот распустится. Наконец-то началась эстафета факела. Это событие было отложено на целый год, а сейчас исполнилось 10 лет со дня Великого землетрясения в Восточной Японии. Эстафета будет проходить с чувством благодарности. Я верю, что эта эстафета факела благополучно обойдет всю страну благодаря единству японского народа, проложив путь надежды к играм и станет шагом к быстрому восстановлению после пандемии. Эстафета Олимпийского огня закончится в Токио 23 июля. Алексей Гусаров, Служба информации, Эхо Москвы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз добрый день, Сергей Маликов у нас в студии вокруг финансов. Мы обсуждаем сегодня у нас такая важная тема, которую, наверное, можно посвятить и потом, может быть, будущем передаче. Что касается вообще работы банков. Вот нет ли здесь противоречия? Потому что, с одной стороны, нам говорят, что все должно быть безналичный расчет, то есть меньше наличных денег. И в будущем кто-то прогнозирует, что вообще наличные деньги исчезнут. С одной стороны. С другой стороны, вот то, что вы рассказываете, вроде бы стимулирует, ну, может быть, юридическим лицам это сложнее, а вот, как принято говорить, физикам, то есть физическим лицам уже просто их стимулируют к тому, чтобы они держали деньги в стеклянной банке. Вот нет ли здесь противоречия? Ну, стеклянные банки – это уже прошлое, я считаю. Ну, я утревую, да, но общий смысл. Я считаю, наличных денег становится меньше, из-за оборота они выходят. Более того, пятисотки вы уже не увидите. Практически нет, да. А я объясню, и как они поступают в Банк Латвии, да, они вынимаются из оборота, да, то есть, если они у вас есть, они у вас есть, но если вы сдали в банк, вы уже их обратно не получите. То есть, общий европейский тренд на безналичные расчеты, потому что это легче контролировать налоговым органам, всегда банки могут предоставить информацию, деньги эти всегда оставляют следы, поэтому тренд этот, безусловно, в сторону безналичных денег, и он только продолжится, да. Конечно, наличные деньги из оборота полностью не выйдут, это куча законов должно быть принято, чтобы их прекратить, но снижение наличных денег осуществляется другим, таким более мягким способом, то есть, количество банкоматов снижается. Вы обратите внимание, что сейчас значительно меньше банкоматов. Многие банки, не буду называть названия, уже отказываются от вообще работы с наличными деньгами, да. Это идет такое мягкое давление со стороны, финансового сектора на потребителя, да. Заходя в банк, первым делом человека подводят к терминалу, говорят, давайте мы сейчас делаем вам интернет-банк, и вы будете все безналично делать, не заходите к нам и не снимайте больше у нас свои денег. Это сейчас общая тенденция во всех скандинавских банках, да и не в скандинавских тоже, да. За счет того, чтобы была больше автоматизация, чтобы банк больше тратил времени на анализ платежей и имел возможность его анализировать, чем на пересчет этих денег в кассе, да. То есть здесь другой тренд, то есть количество банкоматов снижается, и банки отказываются от работы с физически наличными деньгами. Или оставляют только центральный филиал единый, где можно прийти, заказать деньги и за какую-то большую комиссию их снять. Другие инструменты используются, я бы так сказал. Да, вот мы подошли во второй части к такому важному вопросу, концептуальному, который в свое время витал в воздухе, мы такую интригу держали, будущее банков и на чем они будут зарабатывать, поскольку мы констатировали в первой части, обобщая реалии 2020-2021 года, как хотите, что нерезидентского бизнеса, если мы говорим о Латвии, практически нет банковского, депозиты на них особо не заработаешь. Да, есть еще целый ряд у нас системы образующих банков, которые хранят и обеспечивают какие-то платежи с госучреждений, да, те же там пенсии, пособия, всякие налоги и пошлины. Вот на чем, какова вообще вот эта структура будущих банков, не будут ли они дальше в Латвию крупняться, объединяться, уходить с рынка и так далее? Ну, значит, смотрите, конечно, тенденция такая есть. Есть группа, скажем, скандинавских банков несколько, американский банк и два-три латвийских банка крупных, у которых по последним данным очень хорошие данные, то есть есть прибыль, да, и она достаточно стабильная, небольшая, но стабильная, да. И есть маленькие банки, которые работают с большими убытками, естественно, они будут в будущем однозначно будут или объединяться, или ликвидироваться, или еще какие-то меры предпринимать, чтобы снизить эти убытки. То есть у них, ну, эта модель, как в ФКТК говорят, ищут модель своего прибыльного развития, да. Понимаете, то есть на данный момент в банке остался только АМЛ и большая расходная часть в плане анализа клиента, а все составляющие доходные банка снизились. То есть вот была статистика о том, что банки заработали за прошлый год 154 миллиона. Вроде звучит, что много. Ну да, вам, как ни финансисту, как ни банкиру, простому такому земному человеку, кажется, ну, большая сумма, 154 миллиона на всех банков. Но давайте посмотрим с другой стороны. В годы, когда активно банки обслуживали нерезидентский бизнес, да, вот только задумайтесь, Айск, банк и Ретума банк, за 16-й год только два банка такую прибыль получали. Только два банка? Только два банка на нерезидентах, да. То есть вы понимаете, какое... Но это же большие потери и для госказны. Конечно. Не только для этих банков? Конечно, конечно, естественно. Рабочие места, налоги, оборот. Конечно, нерезидентские банки имели самый высокий, самый высокооплачиваемый персонал. Между прочим, район Сканстес. Вы видели, сколько там домов построено? Это же в основном строилось для менеджмента банков. Двух, по крайней мере, да. Двух, да, двух, которые имели большой доход, имели большие возможности для пообретения жилья, это недвижимости, конечно. Конечно, ну, есть прирост, конечно, динамика есть позитивная в плане депозитов, там прирост полтора миллиарда, но это больше связано с тем, что богатые клиенты становятся богаче, а бедные становятся беднее, да. Но явное снижение кредитного портфеля на 3% уже не первый год происходит. Это связано с тем, что банкам тяжело выдавать кредиты из-за требований очень жестких законодательных, да. Опять же, реклама кредитов запрещена, да, вы не увидите сейчас нигде рекламу потребительских кредитов или ипотечных кредитов. Поэтому кредитный портфель падает, и опять же, конкуренция с небанковским сектором очень серьезная. Поэтому банки меньше зарабатывают, и тенденция это понятна. Естественно, большие банки будут укропняться и зарабатывать, а маленькие банки или будут искать свою финансово-экономическую модель, которая позволяет им выйти в ноль хотя бы, или будут, естественно, объединяться, продаваться, ликвидироваться. Ну вот финансовая модель, она в основном, если мы говорим все-таки о Латвии, будет завязана на кредиты. Я почему говорю? Поскольку ведь очень много банков, в том числе упомянутые вами, ну, с одним банком, понятно же, АБЛВ, он уже прекратил существование, но вот многие же банки вынуждены сейчас работать на латвийском рынке, да? А других вариантов нет, да. Естественно... То есть те, которые в основном занимались привлечением, скажем так, вкладов из третьих стран, да, сейчас вынуждены работать на латвийском рынке или на рынке Европейского Союза. Да, потому что вклады из третьих стран считаются рискованными, труднопроверяемыми деньгами, от которых желательно избавляться. Да, такой тренд есть. Поэтому двумя словами, вы здесь берите денежки, и вы здесь их выдавайте, да, но банков достаточно много для такой маленькой страны. Да. Очень такой интересный вопрос сейчас нам пришел, буквально коротко. Кто может создать банк и СМС-кредитную фирму? Ну, здесь, наверное, две разные вещи, да, так сказать. Чтобы создать банк, здесь много факторов должно быть. Здесь должен быть капитал, понятный прозрачный закон. И большой капитал. Да, по-моему, минимум два миллиона, да? Больше. Сейчас уже больше, да? Да. Здесь должно быть, это нереально практически, здесь должно быть очень хорошее правление с опытом, здесь должен быть совет, утвержденный, опять же, это ФКТК. То есть пройти через все это СИТ ФКТК сейчас практически не... Это нереально. За последних лет десять всего пару банков создавалось. Это Паста-банк и еще был банк, с головы сейчас вылетело, да? Ну, пару банков создавалось, потому что это сейчас на данный момент практически нереально, да? Потому что очень высокие требования по репутации, по профессиональному опыту акционера... По-моему, это М2 он назывался, этот банк, вы имеете в виду, да? Нет, 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 он был продан, нет, нет. Он был продан, да? Ну, сейчас это уже не имеет значения, да. То есть это требования очень жесткие, да? А СМС-компанию очень легко создать. Капитал, пожалуйста, 400 тысяч евро. Тоже опять надо его доказать от происхождения... Легальность происхождения, да? Да, от происхождения лицензии. 400 тысяч евро, это тоже выглядит для большинства населения фантастической суммой, да? Да, еще и показать, где эти деньги заработаны, да? И лицензия 50 тысяч евро ежегодно, и, пожалуйста, можно работать. Но там тоже свои есть... 50 тысяч и лицензия только стоит, да? Да, это плата Центра по защите потребителей за мониторинг и за, так сказать, коррекцию работы, чтобы... То есть тоже дорогое удовольствие, да? Да, да, и там тоже идет сокращение, эти компании тоже сейчас не продлевают лицензии, потому что это тренд... Там целый ряд жестких ограничений. Да, жестких ограничений по доходу, по процентной ставке, по продлению договоров, по анализу клиентов... По штрафным санкциям размера тоже, да? По анализу клиента, их платежеспособность, их незаимствование в других организациях. Там тоже очень-очень много нюансов. Вообще тема кредитов, вообще лизинга, быстрых кредитов, ипотеки, вообще отдельная тема, которая... Вот мы обязательно ее обсудим, но так, может быть, делая такую интригу и затравку на какие-то будущие передачи, что есть по кредитам, значит ли это из того, что вы все сказали, что по-прежнему банки все-таки дальше будут зарабатывать на тех или иных видах кредитования? Ну, конечно, а как же по-другому? Конечно, конечно. Будут пытаться и будут зарабатывать, конечно. Потому что банк – это основа экономики. Банки, деньги – это кровь. Чтобы мы там про них не говорили, да? Конечно, чтобы мы про них не говорили. Конечно, это кровь. Просто на них такие вызовы сейчас сделаны. Банки 500 лет работали, понимаете, по одному алгоритму и по одной системе. И вот эти изменения глобальные, они за последних 20 лет просто для них являются огромным вызовом. Кто-то выживет и будет в виде электронного банка осуществлять и транзакции, и выдачу каких-то кредитов, а кто-то будет поглощен, ликвидирован. Даже так, да? Конечно. Но иностранные банки не приходят в Латвию. Это еще один вопрос нашего радиослушателя. Почему? Маленький рынок. Очень все просто. Ну как, приходили? Данский приходил и ушел. Свенский. Уникредит продал сейчас лизинговый свой портфель. Слишком маленький рынок. Слишком маленький рынок, слишком маленькое количество населения. Это, понимаете, допустим, на такой территории, как Латвия, скажем, в Бельгии или в Голландии живет там 10 миллионов или даже больше населения. Представляете, тогда это был бы рынок для такой территории. Слишком маленький рынок, слишком низкая платежеспособность клиентов. То есть, они не могут покупать какие-то дорогие дома, потому что платежеспособность низкая. Не могут какие-то страховые какие-то дорогие продукты покупать по здоровью, потому что опять же платежеспособность низкая. Ну, в принципе, теоретически, если мы говорим с точки зрения законодательства, какой-нибудь французский банк, поскольку это Европейский Союз, к нам прийти может. Был банк у нас французский, был СССР, тоже ушел. Да, тоже ушел. Я поэтому говорю. Да, конечно. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что все трансформируется. И банки находятся совсем под другим контролем, клиенты находятся совсем под другим контролем. И то есть, мы должны учиться, так можно сказать, жить вот в этих таких современных условиях, когда мы все такое шоу за стеклом, да, вот мы все за стеклом, да, вот все наши действия. Банки под очень жестким прозрачным контролем со стороны регулирующих органов. Под угрозом фантастических санкций финансовых и штрафов. Да, соответственно, эти риски и этот анализ, и эта прозрачность перекладывается на клиента. Поэтому категорически бы не рекомендовал бы коммуницировать с банком, а какое ваше дело, от кого я получил деньги. Это мои деньги, да? Это мои деньги. А какое ваше дело, кому я перечисляю и почему вот меня требуете там что-то. И этот тренд есть, и он будет только усугубляться. То есть каждый шаг должен быть фактически вам и обоснован. Да. Вот вы перевели деньги, почему, зачем, кому и для чего. Более того, вот все говорят, что, допустим, то же самое Россия вот там выводит деньги, что там все отмывается. Я имел опыт работы там 7-6 лет назад в кредитном организации в России, да, и могу вам сказать, что здесь в рамках АМЛа у нас есть еще куда стремиться, да, скажем, в Москве банк проверяет фирму не только, как у нас, скажем, вот анкета и вот заполните в интернет-банке галочки. Количество работников, оборот, вид деятельности – это вообще не проверка. И у нас есть куда стремиться, если сравнивать, допустим, с Москвой. Представитель банка приходит в офис, считает количество работников. Реально, физически. Да. Наличие директора, наличие бухгалтера. Пересчитывает количество компьютера. Соответствует ли ведомость по зарплате с количеством рабочих мест. Основные средства. Все проверяется, да? Ну, те тестовые моменты, которые можно проверить. Количество работников связано с рабочими местами. То есть, есть ли это связь. Наличие таблички на двери. Таблички какой? Металлическая табличка, табличка приклеенная, табличка прикрученная, наличие телефона на рецепшене, наличие юридического адреса, массовой регистрации фирм или это юридический адрес в соответствии с офисом. Целый критерий параметров, которые можно еще дополнительно догрузить клиента. Еще более жесткая параметра. Конечно. Есть куда стремиться. Все платежи, которые осуществляются, должны быть подтверждены сразу приложенным документом. У нас переводишь деньги одной фирмы другой, никто не подкладывает документы. Если не требуют дополнительные. То же самое в Москве, платишь за офис, а у тебя договор по офису закончился, значит так, пожалуйста, в банк договор по офису. Платишь какому-то сотруднику сумму, больше, чем стандарты, пожалуйста, решение правления, премии, это все должно сразу прикладываться документом. Это не просто так, я решил ему заплатить больше. Конечно. Пожалуйста, документы, рекуэмс директора, решение правления. Распоряжение, да. Распоряжение, конечно. Поэтому нам еще есть куда, так скажем… Что еще ужесточать. Что еще ужесточать, да. То, что мы еще в облегченном режиме работаем. Поэтому вот как бы это такой основной тренд. Это все-таки вот позитивно. Вот под зановость передачи мы все-таки чуть-чуть дали позитива. Потому что мы все время говорили, что здесь ужесточается, а здесь есть еще куда стремиться. Но надежды на то, вот периодически такие возникают разговоры со стороны адвокатов, даже определенных депутатов, что мы слишком закошмарились, так можно сказать, и зарегулировали банковскую сферу. И сейчас надо, наоборот, чуть-чуть либерализовать. Я думаю, что на это власти уже не пойдут, да. Здесь вопрос-то и ответ. Поезд уже ушел. Если клиент ушел в ПСР и там имеет транзакции или в какой-то другой какой-то платформе Transvice или еще что-то такое похожее, вряд ли он уже сюда придет, да. Это уже безвозвратно. Да. Спасибо большое. Вот так вот нас время подошло к концу. Ну, во-первых, тема банков, она многогранная. Я думаю, в одной из передач мы обсудим все, что касается кредита, всех видов ипотечной кредитования. Кредитование очень важное по-прежнему в Латвии. Да и лизинг важен, большие автомобили и потребительское кредитование тоже. Это целая огромная сфера. Целая огромная сфера. Я думаю, что в этом контексте обсудим будет отдельная передача о внебанковском кредитовании. Это тоже целый такой пласт бизнеса. Очень важный для многих клиентов, особенно для юридических лиц. Сергей Маликов у нас был передача вокруг финансов. Большое спасибо. Спасибо.